Всех приветствую на Wall Street Online. Добрый вечер. Завтра великий праздник. 9 мая, День Победы. Всех с наступающим. По традиции, каждую пятницу 20.00 по одной и той же ссылке мы собираемся здесь рассмотреть основные фьючерсные рынки. Так, у всех слышно эхо, если не у всех, тогда эхо, эхо. Слышно, да? А сейчас? Тестировали, все нормально было. Нормально, да? Ну и все. Так, ну что, начнем с новостей. Так, ну на этой неделе раскачали волатильность под выборы в Британии. Как раз плюс еще Елен выступала. Отлично попугали народ и под эту тему толкнули. СНП на север. На следующей неделе у нас вторник. Решение процентной ставки по Британии. Сейчас пока полпроцента, возможно, поменяют, но пока аналитики думают, что так и оставят. И объем промышленного производства Китая в среду, по Германии также в среду, квартальный, думают, что будет ниже намного. Ну как ниже? На две десятых процента. Опять безработные по штатам в среду. И, в принципе, на следующей неделе все. То есть такая затишье, возможно, чем-то другим начнут раскачивать маркет. А так пока все спокойно. По отчетам. По отчетам компаний тоже не замечено каких-то великих банков или же конгломераторов. Вот. Поэтому, ну, вроде как должна быть спокойной. Поэтому тенденция по инерции может сохраниться. Сейчас разберемся по уровням, с кеми работать на продажу, с кеми на покупку. Те, кто использует платформу Wallfix, рекомендую пользоваться модулем MarketWatch, где вы можете составить лист своих рабочих инструментов. И здесь также есть сразу же график. Вы можете выбирать необходимый вам рынок и быстренько посмотреть, что за ситуация. Но здесь интересна, ну, полезна, вернее, другая функция. Это синхронизация окон. То есть вы включаете Sync Mode и выбираете, какие активные окна синхронизировать сразу. То есть вы выбираете инструмент и все модули подгружают непосредственно, там, например, вот FESX. Если я нажимаю индекс RTS, все модули, которые вы активировали на синхронизацию, подгружают именно RTS. То есть не нужно в каждом окне выбирать RTS, тратить время. Это очень мучительно и, в принципе, не нужно. То есть такая вот утильная работа, она исчезает. Что такое 30%? Значит, здесь, на самом деле, много можно в колонок добавить. Я просто ограничил. Вот видите, сколько включил. Здесь есть дельта 30% предыдущего дня. То есть, ну, фактически зона стоимости, ядро предыдущей сессии. Вот вы видите, написано Day 30. И вот таким вот коридором обозначается как раз ядро предыдущей сессии. То есть вы видите относительно основных объемов вчерашнего дня, как торгуется сейчас маркет. То есть такой быстрый ориентир, чтобы понимать, насколько рынок ушел в продажи или в покупки относительно самых свежих сделок, то есть вчерашний. Также есть 5% ядро, это практически максимально активные цены по объему. Недельное ядро 30%. High low, ну, это коридор. И дельта today max volume, то есть насколько рынок ушел с максимального объема. Open price, дельта относительно открытия биржи, начала торгов. И текущий объем, ликвидность. Ну и последняя цена. Ну, я их отключу, пока они не нужны. Здесь, по большей части, необходим сам лист, чтобы переключать быстро окна. Я пока в сторону ставлю MarketWatch, он мне нужен для синхронизации как раз. И начнем с рейтинга и публичных сделок трейдеров по традиции с S&P. Первое место вода. Ну, чуденько, вообще чуденько зашел на покупку. После какой-то непонятной продажи на самом минимуме. Вот. Стоит без убытки позиция. В принципе, посмотрим, чем это закончится. Также покупки фиксировал еще во вторник. Ну, 250 пипсов за неделю неплохо, в принципе. А второе место Yamaha 72. Это достаточно хорошие есть сделки, точные, по делу. Есть немножко эмоций, я бы сказал, так, вот тут уже лишним было заходить на шорт против такого рынка. И, ну, в общем, знает, куда заходить. Ну, такие мелкие ошибки, это, а так, в принципе, неплохо. Так. Трейдеры, у которых нет никнейма, мы их не учитываем в рейтинге. И, в общем, зачете ватарочку бы еще вообще было бы классно. Life is so short. Вот такая была покупка вкусная. И по делу вышел, в принципе, вовремя. Но продажи, конечно, никуда не годится. И покупка прямо на максимум недели под закрытие биржи. Вот сейчас вот. Вот это уже, я думаю, лишнее движение. Так, в принципе, неплохо. 5D Trade активировался на S&P. Хорошая продажа была, вышел полностью в вторник. Но, ну, ну, полез в этот весь кач, который под выборы. Вы, если кто смотрит там иностранные каналы финансовые, что там творилось вчера? Это просто как могли только людей привлекали к тому, что вот выборы, сейчас может все измениться. Там тот фиксирует позиции, тот фиксирует позиции. Там чуть ли не сам, самые крупные финансисты выходят из рынка. Ну, в общем, ответ, ну, ликвидность на продажу создавали как могли. Ну, и вот, собственно, два дня рост идет без остановки. Будут слова, короткие сделочки. Ну, там уже по одному пивцу это неинтересно. Активность есть в рейтинге даже с учетом того, что праздники майские все равно торгуют. Так, здесь большое количество сделок, даже не будем рассматривать. Вот, хотел похвалить Виларго. Вот, он неплохо. В принципе, сделки неплохие. Просто смотрите. Дельно входит. Старается не рисковать. Единственное, немножко рисковые точки входа, но, похоже, знает, где открывать позиции и когда нужно работать. Вот. Ну, без ошибок тут не обойтись. На самом максимуме купить дело такое. А так, неплохо. Достаточно техничные сделки. Так, Ганди вышел. Вот. И, в принципе, вот перед таким боковиком это, в принципе, было нужно. Так, Боб, вот хорошая была продажа. Там остальное все. Вчера, вот вчера торговать не нужно было. Потому что под новости, под выборы, могут такие качели устраивать, что Лариса вон так вот заходила с набором позиций. Алекс Рос тренируется еще. Поэтому не судите строго. И я выписал даже за эту неделю, кого я хотел еще похвалить. Тоже хорошая позиция. Рисковая. Ну, это держим, держим, держим. Наверное, не здесь, на другом инструменте. Вот. Поэтому я, например, отдаю первое место на этой неделе в лайках. Вот он заслуженно получает эту позицию. Хорошо. Вот на самом деле достаточно хорошо развивается техника у трейдеров с каждым контрактом. И если бы вы посмотрели, какие сделки были в рейтинге три года назад, это вообще земля неба. То есть... Так. Маркуша вот активно всю неделю рвал рубль. Ну и вырвал 2300 пипсов. Круто, конечно. Но сколько, наверное, на нервы потрачено. Вот. Так. 3ВНЮ. Там что-то неоднозначно. Тут тоже ничего. Видите, остальные все убытки. То есть буквально два трейдера закрылись еще в плицевой зоне. Боковики, они опасны для торговли, потому что меняется постоянно динамика, тенденция. И все смены направления рынка можно не поймать и не понять их даже. Поэтому риск очень большой. Вот такое вот натворил Dragon на этой неделе. 270 пипсов. Вот. Просадка была сильная. Я думаю, что лишним было открывать позицию перед закрытым биржем. Вот. Но, в принципе, вот взял, не взял. Ну и полез в этот весь кач рисковать. Дело такое. Видно, кто не рискует, не пьет шампанское. Интересная была продажа. Вот. Один группа на самом максимуме. Жаль, что вышли рано. Достаточно рано вышли. Можно было еще держать спокойно. Я думаю, даже оставить на выходные. Так. Юра зафиксил шортец. Все круто. Больше не заходил. Так. 5D Trade тоже вышел из шортов. Тут пробовал даже покупать и даже продавать. Ну вот рановато. Пошел, но сделал такое. Майк или Мик. Ну, будем. Спрашивают, какие тут счета. Здесь есть и реальные счета, и есть демо-счета. То есть, есть тестовые счета, есть реальные. То есть, если вы торгуете на реальном счете и достаточно нормально относитесь к тому, чтобы транслировать свои сделки публично, пожалуйста, подключайтесь. Да. Хотел еще… Вот написано «тест виде». Хотел такое небольшое показательную вещь. «Подключение счетов». По поводу подключения счетов. Напоминаю, что можно использовать AutoFollowDesk. то есть, коннектиться к сделкам других трейдеров, транслировать свои, кто-то к вам вашим сделкам будет коннектиться, то есть, дублировать. Можно дублировать сделки сразу нескольких трейдеров. И это большой плюс, особенно для тех, кто либо нет времени работать на финансовом рынке, либо еще не сильно много опыта, чтобы самостоятельно торговать. И можете подключаться к тем, кто неплохо торгует. Вы сами это выбираете, вы сами сделки видите их. То есть, сделки абсолютно прозрачные. То есть, вот открыл трейдер сделку, как и закрыл, так она отображается. Ни с какими задержками, ничего нет. Это все торговые шлюзы, которые на данный момент активны в платформе Wolfix. То есть, если у вас есть торговый счет и у брокера есть такие торговые шлюзы. Плаза-2, Транзак, Рейтник, CTS, если у вас есть CPG, смарт-ком. Вы можете спокойно использовать окно ордеров платформы Wolfix. Оно достаточно юзабильное и продуманное, потому что там есть и арбитражный сервис. То есть, использовать арбитраж, который автоматически просчитывает сопоставимое количество контрактов на дополнительном инструменте арбитражном. И никаких комиссионных. То есть, никакой комиссии за сделки нет. То есть, только комиссионы вашего брокера. Идем дальше. Так, еврик, сейчас еще фунт. И золото. Где этот фунтяка? Ну, вот, собственно, фунт, который и был раскачан как раз под выборы. То ли... Ну, в общем, пера-98-1. То ли он порвал его в клочья. Кстати, он вроде, если не ошибаюсь, в рейтинге за контракт по СМЕ или по Форце 1. Сейчас мы по Форце знаем, кто у нас по всем инструментам. Ганди, да. Ганди, Ранд Русс, к сожалению, нет возможности учитывать его лидером, потому что там... Ну, вы сейчас посмотрите. Девятнадцать тысяч восемьдесят четыре сделки. Восемнадцать тысяч... Там просто большое количество пипсовки на тестовом счету, и она никак не соответствует тому, что происходит в реальности. проскальзывание, там, не открыли все контракты. То есть, ну, девятнадцать тысяч сделок. Вы можете себе представить, ну, зачем такая вообще торговля, и там комиссионы – это просто сумасшедший дом какой-то. То есть, ну, в адекватные трейдеры даже сто восемьдесят четыре сделки – это уже активная торговля. А девятнадцать тысяч... Я не знаю, что это происходит там. Поэтому, ну, в зачете он не учитывается. Если там вы не согласны, то обсуждается. И... Да, у нас появился биткоин. Вот, бирать девяносто восемь. Семьсот восемьдесят одна сделка. Тоже так активненько работает. И... Серийность 50-50. А... Ю... Вот этот... Юра. Тоже двадцать сделок, десять десять. Ганди – две сделки, две плюсовые. Пожалуйста. Вот... Нет нервов, ничего. Открыл трейдер – две сделочки, две сделочки – яблочко. Вот, вода тоже. Двадцать одна сделка, восемнадцать – яблочко. Аккуратненько, без лишнего шума. И пыли. Девятнадцать тысяч сделать. Я не представляю себе такую торговлю. Так, золото, золото, где наше золото, вот. Наблюдать за домочитами не особо интересно. Вы знаете, есть трейдеры, которые здесь открывают сделки на тестовых счетах и задаешь вопрос. Очень талантливые есть трейдеры на самом деле и отлично открывают позиции. тема с виртуальным фондом еще остается в силе. Сейчас пока праздники, немножко процесс приостановился, но это всего лишь на праздники. Поэтому те, кто планирует участвовать, планирует объединяться, то вот такие вот новости. Значит, life is so short. Первый на золоте. М8. То первый, то второй, то третий. Ему респект вообще. То есть старается. Ну, золото похоже, что его не инструмент. Так, шортил. Кажется, я догадываюсь. Ну, я разобрался, что там за техника. Триггеры на вход, в принципе. Хорошая, хорошая, но фундаментальная бы да что. Так, Yamaha. Просто какая-то супер техничная сделка. Влада 40. Аккуратненькие точечные сделки. 46 пипсов за неделю. Появляются новые участники. Это классно. Вот еще один трейдер. Выдержал весь этот шорт и на нефтяночке всю эту продажу выставил. Интересно. Оставил на выходные. Посмотрим в следующей неделе, как он будет сопровождать ее. Карлос тоже круто зашортил два раза. Причем технично, по делу там, где нужно. А, вот видите, смотрите. Карлос и один группа. Видно, кто-то из них копирует сделки. Трипл-Ай. Такие вот сделочки. Ну, есть, есть понаблюдать. Тем более, если вы, например, не в позиции, можно здесь общаться. Здесь есть чат. Вот. Можно писать друг другу сообщения, либо же в общий чат. Там, кто открывает позиции. Это все видно. Можно общаться. Так, ну да ладно. Приступим к обзору. Его, собственно, уже все и ждут. В общем, под британские выборы, под выступление Елен, которое пугает всех повышением процентных ставок. Ну, надо ликвидность на шорт. Потому что на максимуме висят, не каждый осмелится покупать. И они, судя по всему, наверное, покупают и покупают шорты эти. В общем, три сессии таких, да. Были на сяжение. Прям вот. Ух. И под вчерашние выборы раскачка была прям, ну вот, слишком уж очевидно было, да, что будут тащить наверх. Потому что они никогда не успокоятся в этом плане. Им нужно все урвать. И, в общем, сессия, смотрите, открылась относительно вчерашнего дня. Так, где мы… Видите, здесь практически даже не торговались по всему диапазону. Даже 50% вчерашней сессии не прошли. Сразу с максимумом ушли на север. И уже на самой-самой верхушке контракта. Значит, 21.10 активный рынок идет очень быстро. Единственное, что ликвидность достаточно… Ну, посмотрим сегодня еще, как закроются. Вчера еще куда не шло, вот сегодня. Ну, чуть-чуть маловато, но, учитывая пятницу, терпимо. Возьмем вот этот уровень, он достаточно нам будет полезен. 20.84, да, можно взять даже 20.73 в качестве поддержки. Ну, я захватил вот эту массивность, которая была на начале контракта, здесь необходимо взять 77-ю. Это самый свежий вот этот сектор. Так как вот 30-го числа и сегодня, ну, вчера и в среду подгрузили здесь. 20.80, 20.85 поддерживали. Значит, мы у потолка, и будет решаться на следующей неделе пробьем, либо будем все-таки прощаться с этими ценами, идти на шорт. Ну, думаю, что с такой тенденцией, с такой активностью за две сессии прошли практически, ну, сколько, порядка 40 баксов. Это, в принципе, серьезно. так, и вот выстраивается такой, давайте выберем цвет, желтенький. Вот, можно такие линии теперь чертить, красивые. Вот такой равнодаленный восходящий канал, и, в принципе, там может на 21.30 они успокоятся. посмотрим. Так же хочу обратить ваше внимание на достаточно слабую торговлю, вот в диапазоне 20.98, 20.89. И эти 10 баксов очень спешно пролетели, и также этот уровень можно добавить сюда и ядро контракта, поэтому, ну, до 99-ой спокойно можно эти 10 баксов выделить и использовать как индикаторы. то есть, если его не пробьют на следующей неделе, ну, может быть там хорошая поддержка. То есть, если с ликвидностью будут поддерживать, и там будут объемные торги, то будут, похоже, сохранять тренд на рост и толкать пятерок выше. Как только пробивает этот диапазон, повременить, необходимо повременить с покупками, скорее всего, не вытягивают уже на покупки. 2300, как по слухам, будем ждать. Так, дельта за сессию, вот эта волатильность и смена тенденции, нулевая дельта, это нормально. Сегодня плюсовая с учетом того, что там скидывают покупки за две сессии столько баксов пройти. Многие, наверное, перед выходными скинут. Драдычки, так точно. И все равно дельта стоится хоть и 7000, но на стороне байеров. Это покупок достаточно хватает перекрывать вот эту ликвидность на фиксацию покупок. То есть, это, естественно, шорты. И осталось еще даже 7000 в запасе. Ну, до конца сессии, еще время есть, может быть, и поменяется. Так, возьмем сейчас контракт. Здесь нам полезен открытый интерес. И набирали позиции на этих, ну, четверг и пятница, с учетом того, что был шорт в первой половине недели. Тут мы видим, скидывали, закрывали, но не глобально. То есть, это были, скорее всего, интродейные стоп-приказы. То есть, несущественно. Так, ну и спекулятивные уровни этой недели. После понедельника уже все начнут возвращаться с майских праздников. Ну, я имею ввиду наш маркет. И на РТСе начнется размещение. Поэтому те, кто торгует на индексе РТС, я думаю, на следующей неделе будет полезно поработать. Так, 2082. Это у нас загрузка в четверг под закрытие. Прямо на максимум. Видите, как, ну, неплохо, неплохо сдерживали ликвидность байера. То есть, держали цену до последнего. Восемьдесят пятую удержали. И с этой же восемьдесят пятой. То есть, это очень, ой, достаточно, подтверждает наличие спроса. Так, ядро недели здесь состоит… ой, эту штучку как-то убрать, я еще не привык. А вот тут. Вот у нас первое ядро. Понедельник-плеисторник. Сейчас мы выберем линию 2107 по 2111. Пока его возьмем в качестве сопротивления, потому что с тех двух сессий как раз и ушли. Ай-яй-яй-яй, почему он рисует? Все, не хочу рисовать. И вот как раз тот диапазон, который я подчеркнул. Это 20-90, я там 20-89 выделил. Его будем использовать как индикатор. То есть, в принципе, если спрос достаточно сильный и сохраняется, то, я думаю, постарается не уйти ниже данного диапазона 90-21-01. То есть, он и будет как коридор для проверки. Ну и фактически выстроится уже завершающая такая модель голова и плечи, как вы видите. И второе ядро у нас 20-74. Тоже возьмем в качестве поддержки по 20-83. Вот этот коридорчик. Загрузка в среду и до загрузка уже вчера. То есть, такие два ядра. То есть, ну, хорошим будет триггером поддержка на 20-90-21-00-21-01. Это хороший признак, что спрос есть и все-таки шансы на пробитие максимум недели останутся. Если уйдут ниже 20-90, последний рубеж это как раз 20-80-20-85. Они очень хорошо проторговали на неделе, поэтому там уже последний будет блокпост. значит, средневзвешенная цена по объему как раз вот 20-87-20-88-20-90. Вот этот коридорчик. То есть, это как экватор между байерами и селлерами. То есть, пока вот на территории байеров и спрос в принципе есть. Так, идем дальше. Быстренько посмотрим. Так, что за... ФСХ. Многие наблюдали как европейские банды. Воспринимали выборы в Британии. Ну, в общем, ажиотажно, ажиотажно было. Так, сейчас мы выделим вот этот уровень 35-15. 34-95. Сами видите, как перед выборами сбрасывали позиции, заходили на шорт. На всякий случай создали достаточно таких два сильных импульса. и сейчас, как бы, отрабатывают это снижение. Ядро пока остается, и оно, я думаю, до конца контракта останется 36-60, 36-10. То есть, это как раз вот экватор. Если не смогут толкнуть выше 36-10, 36-60, то, скорее всего, этот коррекционный момент как раз и является коррекционным. Пробитие цены за 36-60 и движение. То есть, выше это... Ну, выше лучше не заходить среднесрочное либо позиционное на шорт. Как раз вот спрос идет достаточно неплохая ликвидность. Начинаем вот с 29-го числа. И это хороший триггер на... Ну, чтобы толкнуть цену, нужен объем крупный. То есть, если идет такие движения сильные без ликвидности, то, скорее всего, они липовые либо манипулятивные. Идентичная ситуация на DAX. Тоже было два сильных движения. Ядро так и осталось на уровне 11.925. Вот. Выделим его. То есть, это такой ориентир для позиционных трейдеров, которые работают на длительных периодах. И тоже ликвидность была, но она, вот видите, начинает падать. То есть, вот эта сессия практически уже заканчивается. Ну, активная на Еврокс. И ликвидность была невысокая. То есть, вот этот рост весь, почему-то на DAX не поддержали по ликвидке. Ну, сопротивление. Потолок контракта был на хорошем объеме. Ну, как на хорошем. Проскакивали сделочки. Здесь практически, видите, точечно грузили неплохо. Ну, а поддержка такая по DAX 11400, 11500. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть сессий были. И вот последние две, даже три на неплохой ликвидности. Особенно пятого числа шестого. В общем, если не будут пускать байеры ниже 11400, 11500, есть шансы на то, что станут все-таки на покупки и начнут толкать до 12.00, а там может быть и выше. Ну, теперь детальный RTS System Market. Ну, что я вам скажу. Держим, держим сотку. Стараются не пускать ниже сотки. Видно, поставили задачу не пускать ниже сотки. Этот уровень поддержка самая ликвидная, как видите, часть. Два раза здесь по три-четыре сессии просто держали, не пускали ниже ни на тик. И так она и остается. Самая основная локация на поддержку. Здесь уже и два контракта сформировали. Второй по значимости уровень это 101500, 102, 800. также берем в качестве поддержки, потому что уровень неплохо толкнул котировку до 107. и пока не пробьют первую, то есть, ну, вот этот второй уровень поддержки 101500, 102, 800. с позиционными продажами могут быть проблемы. Теперь мы чуть-чуть прокололи 107, проверили и, как видите, не испугались, пока две сессии висит спокойно на 105, 104. Это хороший знак на, ну, то есть, шансы на то, что сохранят динамику на рост, есть. Потому что если бы там был приказ шортить, то ушли бы со 107, наверное, уже были бы на 103, 102. А так две сессии стоят плотно, держат котировочку. Возможно, это связано еще с тем, что майские праздники участники рынка большинства отсутствуют. Вот, ну, я думаю, на следующей неделе это будет понятно. Все станет на свои места. Если после возврата всех торгующих будут стабильно удерживать на этих ценах, то это хороший знак на сохранение динамики. И посмотрим, что там творится на дельте. 9RTS, вот. Так, вот у нас, собственно, дельта между агрессором на покупку и на продажу. Нулевая сейчас по пятнице. Учитывая рост, который есть, многие, наверное, сбрасывали позиции. И вот 5-го числа были покупки неплохие. Идентична вот сессия 23-го числа. Скорее всего, одни и те же персоны толкали котировку на север. И те, кто шортил как раз 5-го числа. Тут вот дельта 19 тонн. На всякий случай возьмите вот эти две, вернее, не две, а вот этот диапазон. На всякий случай. Потому что здесь разница в 6 тонн и 3 на стороне селлера. И две сессии не могут этот диапазон пробить. Если не получится и последующие, там, понедельник, вторник, среда толкнуть выше 106-й, то, скорее всего, тут возникли проблемы. Пятницу вот практически уже закрывают на максимуме. Это хороший знак, что если бы закрыли на минимуме, то, скорее всего, понедельник бы продолжал динамику пятницы и отрабатывали там 105-600 и потом бы шли на шорт. Но так как закрывают на максимуме, значит, позитив есть и это хорошо. Так, по открытому интересу у нас ситуация выглядит таким образом. Давайте возьмем чесовик. На следующей неделе будет открытый вебинар. Все могут его посетить. Его буду вести я. Приходите, там рассылка. Те, кто подписаны на рассылку, вам обязательно придет приглашение в среду или в четверг, точно не знаю. Так, как видите, да, активность в середине апреля и фиксировали позиции просто, ну, массово. Сейчас держится около 300 тысяч, но это мало. Тест по активности открытых позиций может быть намного выше в показателе. Ну, почему-то решили находиться в стороне участники. Видно, ждут каких-то триггеров. Ну, в общем, это может и хорошо. Спокойненько идут на рост. Видите, удерживают динамику и поддержка на сотке как раз была кстати. Так, спекулятивные уровни. Здесь будет интересно понаблюдать за 105-106 уже в понедельник, что пятница практически у этого уровня сопротивления остановилась. Здесь дозагружались во вторник и защищали в 7-го числа. Вот, достаточно объемно встретили этот уровень почему-то. Ну, в общем, два раза себя проявили селлеры на этом коридоре, возьмите на заметку. тут у нас получается вторник весь грузился на шорт, поэтому тут по умолчанию уровень сопротивления 170-107-500. И самый интересный тут уровень поддержка, конечно же. Тут, конечно, постарались. Не будем большой коридор брать. 103-700, 104-300, шперк, пятница не могут пробить. 103-600, 103-700, как о плиту. Поэтому пощупать этот уровень на следующей неделе в качестве поддержки почему бы и нет. Если все-таки будут пробовать толкнуть выше котировку, первое, что нужно преодолеть, это 105-106, потому что там действительно два раза сдерживали индекс РТС. это номер один уровень, который нужно отследить на следующей неделе. Ну и потом 170-107-500. Это уже в районе среды, скорее всего, четверга могут там оказаться. Так, идем дальше. Рубль. 51-50, в общем, неплохо. Хорошо. Хоть и боковик, и для спекулянтов это не самая рыбная часть контракта, но, как говорится, зато стабильно. Стабильно в коридоре стоят 51-52. Ликвидность тоже идет, как видите, просто под линеечку каждую сессию. Это, наверное, о чем-то говорит. И здесь обязательно взять на вооружение вот этот вот локейшн. Тут грузили очень ликвиденько. И защищались вот как раз где-то в районе 18-го, 17-го числа. Две сессии на 55-255. Здесь удерживали китировочку. Да, я хочу удалить эти линии. Давайте их выделим. 55-300 и возьмем 50-4-100. Вот так вот. Уровень сопротивления, то есть те, кто будет заходить там среднесрочно на рост, вот это номер один. Проблема будет. То есть поддержка, вернее сопротивление там может повториться. И 59-60 это второй массив сопротивления. 58-500, 60. Здесь практически полторы недели грузили, чтобы толкнуть вот так вот рублик до 52-й. Настораживают очень плотно. Три сессии очень плотно стоят в районе 51-й. Никакого дисбаланса ни на покупку, ни на продажу. Но так обычно формируют сессии перед шортами. Поэтому если не смогут 52-ю, 52-ю, 750 пробить, я думаю, что попробуют все-таки еще толкнуть ниже. Давайте посмотрим спот, как себя ведет в этот момент. Идентичная схема. Здесь 50-я, это поддержка. 50-я, 50-70. Тоже эти три сессии идут плотно. Включение, что у них не хватает мощности толкнуться на выше. Ну и вот, 51-75 и по 50-70, даже 50. Это ядро контракта, вот уже по спот. Ну как контракты. Будем сравнивать с фьючерсом. Видите, здесь уже начиная где-то с 9-го отеля. Взяли коридор и стоят. То есть, я думаю, что очень скоро оттуда начнут выходить. Ну, так как нужны колебания на рынке, чтобы зарабатывать кэш. 53-45-54 тот уровень сопротивления, о котором я вам говорил. И вот такой незаметный, но его стоит выделить. Я думаю, видите, три сессии, 52-100, 52-60. Вот здесь сессия, видите, так объемненько подгрузили. И три сессии не пускали выше сопротивления. Еще один уровень. Ну и поддержка, я вам уже писал. Ой, вернее, озвучил 59-70. Давайте 50-30. По спорту. Посмотрим дельту на рубли. А компот. А компот. А компот. Вот дельта по фильтрсу. И вот обратите внимание. Давайте чуть-чуть фильтр пожестче сделаем, потому что активность чуть-чуть выросла. Я бы, вот видите, ой, нету, нету, нету. Вот. Вот этот вот коридор достаточно неплохо проработали байеры. Вот эта красесия за байерами. А вот селлеры, вот коридорчик просто прям на каждой цене у них победа. Достаточно дели 166 тонн на стороне селлеров. До этого 136 тонн вот здесь набросили. 53. Вот здесь коридор весь проработан. Потом еще дополнительного 5-го числа набросали здесь продаж. Поэтому 152-53, вот тут просто по дельце прям аж каждую цену проработали. А поддержка будет фактически 51, 500 и по 50, 800. Вот. Это 6-го числа и вот сегодня немножко проторговали. Но по нам гидайте, потому что 52-53 там просто целая борьба была за уровень. Так, по этому интересу сейчас посмотрим фьюч. В отличие от РТСика здесь, вот видите, практически на пике открыт интерес и пик пришелся как раз вот на вот этот период. Вот они заходили, начали в час дня заходить так до самого вечера. Вот коридор, который мы как раз и отмечали практически, то есть там плюс-минус. Вот здесь они заходили, здесь пик был просто по активности. Второй пик пришелся на этот коридор. Мы его тоже выделяли. 50-53, ну и возьмем 51-27, вот так вот. Вот таких два уровня пока взяли в коридор фьюч. В общем пробьют сопротивления, есть шансы на север сходить. Ну и осталось тут буквально чуть-чуть пробития поддержки и пойдем на юг в районе 49-48. Сейчас мы посмотрим. Ну то, что стабильно, это уже хорошо. Среднеизвешенная цена там же ядро недели 51-30. Сейчас возьмем 51-50, ядро недели. Спасибо. И 51, ну вот коридорчик. Если рубль не будут пускать ниже этого диапазона, то могут быть рост. Вот у нас получается первое отклонение в районе 52-50. Там можно будет еще, могут еще защищать. Если начнут уходить ниже ядра, то первая остановка будет на 50, а там уже гляди и 48-800 недалеко. Так вот. Ну что стоит отметить, здесь это четверг, достаточно так долго удерживали вот этот коридор. 51-50, 700. И вот 6-го числа тут прям плотненько так стояли и не пускали ниже 54-30, 50-66. Поэтому мы можем объединить эти два уровня в один уровень поддержки. Так будет справедливо и не шириной. Вот. 6-ое и 7-ое число старались не пускать ниже. Поэтому странное единственное, что сегодня опять боковик и это настораживает. То есть начнем наверно атаковать все-таки. Уровень поддержки. Ну в общем экватор есть, уровни поддержки сопротивления есть. Мониторьте, кто будет активнее участвовать. 1 евро. Где-то тут 6 евро. Где-то тут 6 евро. Так. Вот у нас такой коридор. Сейчас он такой достаточно активный. Ядро контракта на самом деле находится у нас в районе 1,08-1,07. Сейчас мы его захватим. Вот. Контрольный уровень поддержки тут на 64,05-75. Ну а цена достаточно далеко. Поэтому здесь относительно уровня контракта. И этот диапазончик возьмем на заметку. Потому что здесь, видите, бросили достаточно немало объема. По 27 тонн. По 35. То есть если не будут пускать и этот уровень будет постоянно сдерживать серверы, то можно работать и как спекулятивно на шорт, так и среднесрочно. В зависимости от того, как 1,12 будет реагировать. Потому что здесь две сессии подержали и в пятницу пока приостановилась на этом уровне. Это такая локальная поддержка. В принципе, она достаточно объемная. Так как здесь по 50 тонн практически в коридоре этих цен. Даже если будет коррекция, будем следить, чтобы не пробили вот эти дозагрузки. Пусть там не так по объему, но это было по ликвидности. Ну топовые две сессии подряд. Особенно интересно 30 апреля вот здесь. Пилотно котировку проработали. Вот. На эту сессию как раз и хочу, чтобы обратили внимание. Вот этот коридор тут практически по каждой цене хорошенько запаковались. И потом топовые как раз вот на максимуме провели. здесь порядка 375 тысяч контрактов. И как сопротивление на всякий случай возьмите. Так. Я вам. Вот такая волатильность это конечно ужас. Ужас. Обратите внимание какой по активности был пик недели. здесь однозначно нужно 1303, 1271. Ну и потолок вот этот локальный обязательно 1328, 1370. так. Пока. Поддержали на евро сессии, на американской, но на всякий случай вдруг и в понедельник проявят активность байеров. вторник тоже на загрузке был купочку. Ну еще одна поддержка. как раз и остановились на коридоре ядра недели и в принципе у взвешенной цены. поэтому я советую дождаться понедельника пока не заходить перед выходными. И если взять коридор пятницы, кто начнет расширять цену за пределы пятницы, то в принципе наверно минимум первую половину недели будет удерживать контроль на фиче. так, где тут у нас фунт. Ну, вы знаете, давненько, давненько, давненько не было такого, но вот есть он. Гэп, и мы находимся на максимуме контракта. 55-я, то есть, ну, ликвидность сопоставима, то есть активность есть, почему бы и нет подойти. Выборы. И еще один уровень поддержки, это 51-я, 51-я, 81-я. Я думаю, что если не будут закрывать 53-я, 55-я, 52-я, 85-я, то шансы на пробитие 55-я вполне есть. После выходных, если остепенятся и посмотрят, где находится сейчас фьючерс и начнут шансить, то нужно обязательно дождаться, пока не пробьют коридор 52-85, 53-55, ну, не рисковать. Так, ликвидность сегодня топовая, просто 146 тонн оборот за сессию и это стоит учитывать. Давайте посмотрим открытый интерес, там входят или выходят, почему такая активность. ай-яй-яй-яй. Видите, что творится? Выходили, выходили и вот зашли 5-го числа, достаточно неплохо. Вот этот коридор, этот точно нужно мониторить обязательно. Этот нам размещали, здесь неплохо. Вот так вот. На этот коридор обязательно следите, потому что валютные фьючерсы, вообще валютный рынок, он коварный достаточно. Так, где у нас там нефть? Вот. И так, 61-60 и тут теперь необходимо дождаться в понедельник-вторник. Посмотрим, будут удерживать байеры 58-55, 59-5, а не будут. Основной массив в этом контракте по нефти у них там другие контракты, немножко по месяцу в основном, такие короткие плита просто вот в районе 56-5, 57, ну 58. Это первая была загрузка у нефтяников и вроде так, пару баксов прошли и возвращаются на 58-ой обратно. Поэтому, если начнут атаковать вот этот первый массив, который разместили на юмском контракте по нефтянкам, это, в принципе, может указывать спокойно на разворотец и корректоз после такого затяжного роста весной. ну и сопротивление на всякий случай возьмем 61,5-62. Именно. То есть, если с понедельника-вторника они начнут загружать и не пускать ниже 58-ой, еще есть шансы на сохранение насходящей тенденции. Они, в принципе, неплохо прошли за эту весну. Так стабильненько идут на север и чуть-чуть вот остепенились. Поэтому, если будут атаковать 58-ую, лучше присмотреться к продажам, я думаю. Потому что, если их остановят, планетку может быть здесь еще один массив сформировать, то фортез еще будет идти на север, я думаю. Пока вот в этом коридоре будет держать. Так, ликвидность также здесь плотная идет, очень плотная. Все вот эти четыре сессии с первого числа. Посмотрим там на бренде. Так, идентичный... Давайте уберем наш. Ну как, практически идентичный по времени массив. То есть, в одно и то же время вот этот массив формировали. 64-5, а 65-5 вот пришли на него. То есть, тоже нужно в понедельник-вторник проследить, чтобы его удержали. То есть, если будут удерживать, то еще есть шансы на восходящую динамику. Ну и вот последний такой блокпорт. Я думаю, после атаки на этот уровень, то уже точно позиционно пока нужно аккуратно работать на байл. Ну и соответственно на артейсе могут быть коррекции. Все внимание на эти два уровня. В первую очередь 64-5, 65-5. А вот этот вот локейшн, это какое-нибудь сопротивление. Тут, как видите, по 150-160 тонн оборот за сессию. Ну, рекордсмен в этом контракте 100-18 тонн. Это будет 15-го на 4-го и 16-го. После этих двух загрузок пошли на север. На максимуме на данный момент точно такие же диссесии. Чуть-чуть меньше ликвидность. Поэтому тут вполне может быть реверсивность. Осторожнее. Уровень у вас есть. Следите. Золото. Ну, здесь просто трэш. Это уже такой трэш. Сейчас, наверное, трейдеры по золоту не знают, что делать. Столько раз меняют направление. Грузится. Скорее всего. Это в основном перед сильными движениями. Один контракт. Это я по СНП знаю. Если весь контракт вот такой вот трэш происходит. Ну, на следующий контракт начнется сильное движение. Затяжное. Ну, может быть не летом я про СНП. А вот по золоту нефть идет на север. А тут вот видите, трэш такой прям. В общем, позициончиком здесь полки поля составляют железное. Значит, контрольный уровень сопротивления 12.07-12.12 в этом контракте. Локальные вот эти две сессии очень опасно свои. 1.95-1.97 с половиной. Ну, и вот коридор поддержки. Это вот эти три массива. 1.76-1.86. Сейчас посмотрим, Дельтиус там поменялся как минимум или нет. Ну, понимаете, пару сессий байера, пару сессий селлера. В общем, качели пока устраивают. И 16.05 вот здесь вот на этой неделе активнее всего появились селлеры. 1.89-1.93. В пятницу пока уперлась в этот уровень. Ну, в общем, стоит проследить на неделю вторник, чтобы они его пробили. Если вы на покупках с 76-й или 72-й. В общем, такой вот уровень поддержки небольшой есть. 79-83. Так. Всем хороших выходных. Еще раз с праздником. Уже на подходе лета. Встретимся в следующую пятницу. Всем всего хорошего. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok